В британской парламенте ждут объяснения от министра обороны и премьера страны по поводу провального запуска баллистической ракеты субмарины Королевского ВМФ. Факт неудачи правительство пыталось скрыть, но утечки в СМИ все же произошли. Оппозиция называет инцидент катастрофическим. Испытания провели прямо перед принципиальным голосованием по планам модернизации ядерного щита страны. Детали узнал Дмитрий Сошин. Об этом стало известно лишь благодаря утечке в прессу. В конце июня прошлого года с британской субмарины стартовала баллистическая ракета «Трайден-2». Последний раз учебные стрельбы этой ракеты проводили 4 года назад. Ведь стоимость одного запуска оценивается в 17 миллионов фунтов. Ракета, способная нести до 14 ядерных боеголовок, начала полет в 200 милях от побережья американского штата Флорида. И должна была поразить условную цель к западу от африканского континента. Вместо этого, утверждает источник в британском Минобороны, ракета отклонилась от курса и полетела в сторону американского берега. Похоже, все-таки она упала в море, а не на территорию США, страны-производителя «Трайдента». Но внештатная ситуация создала настоящую панику в командных центрах и заставила военных закрыть для гражданских самолетов большой район над Атлантикой. К счастью, ракета была учебной. Тем не менее, это многотонная конструкция, часть британского ядерного потенциала. Инцидент с таким оружием вполне мог иметь глобальные последствия. И высшее руководство страны не могло об этом не знать. Понятно, что премьер-министр решила не говорить об этом парламенту. И мы обо всем узнали из газет через несколько месяцев. Когда ракета отклоняется от курса, это катастрофическая ошибка. А если бы это была ракета с ядерными боеголовками, даже страшно подумать, каковы бы были последствия. Любопытно, что неудачный запуск по времени совпал с референдумом о выходе Британии из Евросоюза. Так что об инциденте наверняка знали и ушедший в отставку по итогам плебисцита Дэвид Камерон, и его преемница Тереза Мэй. Уже через месяц после ЧП в Атлантике новый премьер-министр протащила через парламент план модернизации британского ядерного щита. Когда вы выступали в июле в парламенте о модернизации программы Трайдент, вы знали об этом инциденте? Я абсолютно уверена в наших ракетах Трайдент. И когда я выступала в палате общин, мы обсуждали, нужно ли нам модернизировать систему Трайдент. Должны ли мы в будущем использовать эти ракеты как инструмент сдерживания. Так вы знали об этом случае? Я считаю, что мы должны защитить свою страну. Ведущий программы Эндрю Март четырежды повторил вопрос, но ответа так и не добился. Любопытно, что предыдущий учебный запуск Трайдента не был засекречен, и его наблюдали российские военные. В этот раз вообще никого не пригласили. Алан Уэст, бывший глава британских военно-морских сил, уверен, военные и политики не имели права скрывать эту ситуацию. Но теперь министр обороны должен прийти в парламент и объяснить, почему они в то время решили промолчать. Он должен, глядя в глаза депутатам, подтвердить, что не сомневается в ракетной системе Трайдент. И, наконец, объяснить, что же случилось с этой ракетой, если это не военная тайна. Решение промолчать было откровенно глупым. Парламентарии ожидают, что глава оборонного ведомства пожалует к ним уже сегодня. Но отдуваться предстоит в первую очередь премьер-министру. Если она знала об инциденте с ракетой, значит, она обманула парламент, убедив депутатов голосовать за программу модернизации ядерных подводных лодок. Стоимость этой программы оценивается в 40 миллиардов фунтов. Один из главных аргументов Мэй состоял в том, что Трайденты — современные и надежные ракеты. Если бы депутаты знали правду, исход голосования мог быть иным. Дмитрий Сошин, Анна Шаргатова, Первый канал, Лондон.